Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И, продолжая разговор о послании к евреям, мы обратимся сейчас к четвертой главе. Итак, четвертая глава в основном сосредоточена вокруг весьма важного для нас, для любого человека, для любого читателя этого текста, понятия, которое в наших переводах, как в синодальном, так и в других русских переводах, обычно переводится словом «покой». Отчасти об этом шла речь уже в предыдущей, в третьей главе. Ну и вот в основном автор послания к евреям сосредотачивается на этом понятии в главе четвертой. Вообще говоря, конечно, за текстом этой главы стоит, помимо прочего, еще и девяносто четвертый псалом, или девяносто пятый, по разному счету разный, да, псалом, который, с одной стороны, является гимном, благодарственной песнью Богу, который начинает со словами «Придите, воспоем, воскликнем Богу», но в то же время посвящен такому драматическому событию, как предательство народа Божьего по отношению к Богу, которое было совершено во время путешествия по Синайской пустыне. И там речь, как вы помните, идет об уклонении в язычество, «Вы сделаете себе идолов», в общем, вся эта история в пустыне, произошедшей, описанная в исходе, в данном случае, да, достаточно далеко позади. А в самом псалме там в конце приводятся такие слова Бога, «Потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Слова эти обращены к, конечно же, отступникам, изменникам в Мериле. Да, во-первых, обращает на себя внимание, что у автора послания к евреям, как и у, по-видимому, большинства его современников, вообще нет никаких сомнений в том, что поэтические слова псалма являются стенограммой слов Спасителя. Это важно понимать, когда мы читаем Священное Писание, что часто люди, в том числе новозаветные авторы, в том числе автор послания к евреям, так думают, что вот в псалме псалмопевец неизвестный написал как слова Божьи, как прямую речь слова, «Потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой», и как будто это в самом деле так, что, строго говоря, очевидное преувеличение. Псалмопевец, вне всякого сомнения, боговдохновенный автор. Помимо прочего, помимо того, что он вдохновляем Святым Духом, он, конечно же, создает свою песнь на основе тех преданий, которые до него доходят. И, тем не менее, делать выводы из того, что вот Бог сформулировал именно так, как пересказывает нам этот псалм, вообще говоря, не вполне корректно. И даже иногда вполне некорректно. Потому что иной раз ведь, понимаете, люди приписывают Богу мнения и слова, которые совершенно ему не принадлежат. Лишь изредка ему удается донести до нашего сведения, что мои пути не ваши мысли, не ваши пути, мои мысли не ваши мысли. Иногда Господь говорит о том, что когда я мало прогневался, они усилили зло. Или еще мы можем привести некоторое количество примеров. Но все-таки всегда нужно быть очень и очень осторожными с буквалистским отношением к формулировкам. В том числе, когда так относятся, например, к псалмам или к каким-то еще песням или поэзии. И мы увидим в конце этой главы четвертой тоже, как работает вот этот феномен излишнего, чрезмерного буквализма. Но тем не менее, вот здесь автор послания к евреям в основном говорит о покое божьем. Итак, для него существует некоторая реальность, которую называют словом «покой божий». Опирается это слово употребление и само понятие этой реальности на слова псалма, и они не войдут в покой мой. Конечно же, мы можем особо не сомневаться, что мысливший по-арамейски или по-еврейски автор послания к евреям почти наверняка имел в виду слово «шалом» – мир божий. Ну вот, некоторое состояние, в котором наблюдается наш мир друг с другом и наш мир с Богом, в котором наблюдается действительно такой своего рода субботний покой, как в день, когда почил Бог от всех дел своих, и когда седьмой день, субботу, Господу Богу твоему, и люди тоже не занимаются какими-то своими делами, а сосредоточены на том, чтобы славить Бога, молиться и возрастать в Его слове. Вот такая реальность покоя божьего включает в себя для людей, по крайней мере, для автора послания к евреям, и его круга, его эпохи. Включает также, конечно, внешний, так сказать, мир, и то, что мы бы сейчас назвали благополучием. Тогда это была очень важная вещь, потому что люди добывали хлеб свой с огромным трудом в поте лица, действительно. И, понимаете, изобилие для человека той эпохи означало гораздо больше, чем для современного человека. Это тоже важно помнить, потому что мы привыкшие к супермаркетам, где можно прийти и обзавестись всем, чем угодно, не в состоянии понять древних. Нам кажется, что они прям какие-то корыстные и приземленные, а на самом деле нет, просто пища добывается ими с огромным трудом. Итак, вот все это, и обилие пищи, когда земля потечет молоком и медом, и отсутствие войны, и мир с ближними, и вот самое главное, конечно, мир с Богом, и покой, в котором присутствие Божие переживается нами, и в котором есть место действительно радости, благодарению, хвалия этот покой в центре четвертой главы. Заметим еще, что на самом деле, как отчасти, по крайней мере, иудейское, и в гораздо большей степени христианское богослужение тоже является некоторым отблеском, если хотите, этого Божьего покоя, отблеском Царства Бога, который реализуется в сегодняшней жизни вот конкретных христиан в несовершенном мире. Вот этот покой Божий, который действительно проникает в мир Божий, который входит в нашу жизнь, в наши сердца при совершении таинства. Итак, собственно, автор послания к евреям напоминает читателям об этом покое и говорит о том, что еще остается для нас обетование войти в покой Его, то есть когда мы еще до конца, собственно, в этот покой не вошли, но обещано, обещано Богом. Обратите внимание, тоже это некоторый синоним царства будущего века здесь, в устах автора, этот покой Божий. Мы в него еще не вошли, но он нам обещан, остается обетование. Но смотрите, пишет автор, чтобы кто-либо из нас не оказался опоздавшим, как выражается наш синодальный перевод. Речь идет о том, что обещание, которое дается Богом, это обещание Божьего покоя и даже залог этого покоя, который дается участникам завета, еще не гарантия, не работает это само собой механически. Смотрите, говорит автор, и напоминает своему читателю о тех, о которых было сказано, что они не войдут в покой мой. Отступников и изменников миривы, что для них оказалось невозможным, потому что Бог отказался впустить и принять их в свой покой. Вот теперь, говорит автор, нам следует опасаться, нам следует помнить о том, что еще не все, мы еще не дошли, не вошли до этого Божьего покоя. Вот и нам возвещена благая весть и древним, но пользу она приносит только тогда, когда мы добавляем к ней веру, когда мы держимся за эту благую весть, храним верность тому, кто нам ее дал. Это чрезвычайно важно, потому что главная здесь идея, почему, собственно, она, наверное, и нашла место в последние времена, что ничего не работает само собой автоматически. Ведь в том кругу лиц многие люди задавались вопросом, а вот как обрезание, которое было совершено во младенчестве, оно работает само собой автоматически, или нет. Уже будет, таким образом, это гарантией того, что ты войдешь в покой Божий, или не будет. И, собственно, для современного читателя на самом деле, конечно, поучительно было бы переформулировать этот вопрос в отношении крещения. А оно работает само собой или нет? Вот когда мы участвуем в таинстве крещения, принимаем его, гарантирует ли это нам автоматически, что мы войдем в покой Божий, независимо от того, что мы из себя представляем, и как мы живем? Не то, чтобы у меня был ответ на этот вопрос. На самом деле у людей в церкви есть на это разные ответы, разные соображения, я не готов выбирать между ними правильные и неправильные. Но вопрос совершенно естественный, как это все-таки работает. От тебя зависит, тебе следует усилия какие-то прилагать, хотя бы чтобы быть верным твоему крещению, верным твоему завету с Богом, или достаточно самого факта, и теперь уже можно ничего, так сказать, не делать и жить, как живется на пути травы. Вот посланник к евреям говорит, нам надо опасаться, как бы его не утратить, это обетование. Покой Божий такая вещь, которую только усилием и только решимостью ты можешь войти, автоматически, как я уже сказал, оно не работает. Вот. И дальше автор посланник евреям с некоторой труднопостижимой для нас логикой говорит, что мы входим в покой, потому что мы уверовали, потому что вот Бог сказал, что те, которые стали отступниками и предателями, не войдут в покой мой, но нам еще только предстоит в нее войти. И здесь он сравнивает это обещание Бога с седьмым днем творения, в который почил Господь Бог от всех дел своих. Ну вот, он говорит, посмотрите, он вроде как заранее уже все сделал, уже почил от всех дел своих, но в то же время еще не все, потому что о некоторых людях вот такие принимаются решениями. Некоторым еще предстоит войти, и если быть непокорными, то есть риск, есть опасность не войти в него. так что вот другой день, новый день, здесь по-видимому, ну, то есть, конечно, мне трудно с уверенностью об этом говорить, но по-видимому, вольно или невольно, до некоторой степени осознанно автор послания к евреям не то, чтобы прямо оспаривает, или подвергает сомнению картину семи дней творения, когда шесть дней Бог работал, семь дней на седьмой день он, значит, вот, почил от всех дел своих, и мы, как предполагали многие в то время, живем уже в седьмой день творения. Кстати, впоследствии христианские мыслители и писатели стали, в том числе на основании этого текста, говорить о восьмом дне, о том, что покой Божий, царство Божье не очень вмещаются в рамки вот этой картины семи дней, когда Бог трудился, 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 потом все закончилось, все хорошо. Автор послания к евреям говорит о том, что это не совсем так, потому что есть еще некоторый новый день, новый день, когда ныне, говоря через Давида, здесь опять он очень буквалистски цитирует псалом, и тем не менее пытается в эти рассуждения все-таки важную очень втиснуть мысль, что библейские авторы, в том числе псалмопевец, говорят о нынешнем дне, будущем дне, как о реальностях, которые выходят за рамки дня Божьего покоя, седьмого дня, и нечто новое ожидает нас по сравнению с тем, что ожидалось и предполагалось Ветхим Заветом, и поэтому он говорит, если бы Иисус Новин доставил им покой, то не было бы разговора еще о каком-то другом дне. Ну, может быть, на самом деле, можно было бы вообще не говорить о днях творения как таковых, об этом способе видеть метаисторию человеческую, но это было бы совсем трудно для понимания читателям, поэтому автор с одной стороны использует традиционный образ мыслей и выражений и в то же время показывает, что все совсем не так просто. И дальше он говорит, ну вот этот покой, который дается в этот другой день, другой, он еще не наступил до конца, поэтому он говорит, для народа Божьего еще остается субботство, но для тех, кто вошел в этот покой, он наступает, как Бог покоится от всех дел своих. И так говорит он, постараемся войти, чтобы все-таки нам не впасть в непокорность по тому примеру предателя отступников Мирьевой. Постараемся войти в этот покой, в этот день покоя Божьего, который наступает после, который новый, его нельзя там считать седьмым днем творения. Для нас сегодня может быть не так актуальна вообще эта дискуссия, в конце концов, по большому счету, в седьмой день творения мы живем, или в восьмой, или в девятый, ну, что, собственно, для нас, от этого меняется. Но автор послания к евреям обращается к людям, для которых кое-что меняется, которые привыкли думать, что вот там они живут на грани шестого и седьмого дня, и для них вопрос о том, какое отношение события евангельские имеют к их картине истории мира, этот вопрос важен. На самом деле он важен и для нас тоже, потому что, знакомясь с текстом Священного Писания, мы тоже представляем эту картину. Бог в первый день сказал, вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, потом вся эта постепенная эволюция, которая описывается на первых страницах Библии, да, и там где-то в конце создание человека, потом грехопадение, потом изгнание, завет, и вот все, обещали, я буду им Богом, они будут моим народом. Вот эту картину мы тоже видим. А что произошло в Евангелии? Какое это все имеет отношение? Это какой-то, так сказать, боковой путь, новый, новый, непредусмотренный, непредвещенный путь истории или продолжение того же самого, что было раньше. Ну, вот все-таки христианские мыслители склоняются, начиная с автора послания к евреям, к тому, что в истории происходит нечто новое и неслыханное, новое и неслыханное, что делает Господь Иисус. И вот оказавшись перед выбором быть покорными покою Божьему или не быть, войти в него или не войти, вот мы действительно призваны совершить совершить некоторый поступок, не предусмотренный такой исторической картиной, историческим видением Ветхого Завета. И еще несколько отступая от основной темы, чуть по-другому об этом выборе говорит автор послания к евреям. Он говорит о том, что Слово Божье, то, что произносит Бог, то, что Бог обращает к людям, живо и действенно, и острее всякого мечта, меча обоеда острова, проникает в самую глубь до разделения души и духа. и судит помышления намерения сердечные. Собственно, Слово Божье это как раз призыв к покою Божьему. Войти или не войти, вы войдете или не войдете в покой мой. Слово Божье это в первую очередь вот ну такое обращение сердца Бога к людям. здесь скорее всего в меньшей степени речь идет о тексте, но все-таки кстати и о тексте тоже. И вот потому что автор говорит о том, что вот есть Слово Божье и оно тебя судит. Ты либо живешь по нему, либо против него. Хотя он при этом только что говорил о призвании, о том, что мы призваны и постараться войти в покой этот, тем не менее, вот Бог сказал и твоя жизнь этому слову либо соответствует, либо нет. Это и твой выбор, и это факт, который, как сказать, легко констатируется, почему он говорит, проникает до самой глубины, судит помышления намерения сердечные, и все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет. Таким образом, апостол здесь говорит именно об тексте, об ответственности людей перед тем, что именно сказал нам Бог, уже сказал, так сказать, о нашей жизни. Вот это слово Божие одновременно для него является некоторым месседжем, который с трудом вмещается и в слова «я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой», и там «ныне не ожесточите сердец ваших». Он все еще вокруг 94-го псалма, в котором правда есть и совсем другие слова. Тем не менее, вот это некоторый месседж, который требует отклика и в этом смысле представляет собой духовный выбор, а с другой стороны Слово Божье вот оно как объективный критерий, подлинный, истинный, правдивый, который разделяет черное и белое, которое дает возможность действительно судить помышления и намерения сердечные. Надо сказать, очень такая не постмодернистская картина, потому что автор послания к евреям очевидным образом исходит из того, что добро и зло это разные вещи, и у него даже ночью не все кошки серы, для него существует истина, которая отличается от лжи, отличается от лжи, и, кстати, критерием этого развлечения тоже является Слово Божье. Далее, в самом конце четвертой главы автор послания к евреям переходит к другому повороту разговора, к новой, может быть, теме, которая тоже для него очень важна, это тема священства Креста. Это разговор о Господе Иисусе Христе как о первосвященнике. С самого начала, с 14 стиха, здесь автор послания к евреям обозначает Иисуса как великого первосвященника, прошедшего небеса. И так, имея первосвященника великого Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Вот у нас есть, говорит он, великий первосвященник, и поэтому мы будем твердо держаться нашего исповедания. А дальше начинается разговор о том, почему он так назвал Христа, что означает для него это самое слово первосвященник, ибо мы, говорит он, имеем не такого первосвященника, а вот такого первосвященника, как бы отдельный разговор, в чем он видит разлитие. Для него первосвященник это тот, кто от имени всего народа, от имени всего народа Божьего входит в контакт с Богом, в непосредственное соприкосновение, входит во внутреннейшее завесы, во святое святых, где Бог пребывает во мраке неприступном, куда не могут войти все, не могут, ну, во-первых, по причине своей неготовности, недостоинства, не могут ни весь народ Божий, ни даже там отдельная корпорация потомков Левия, левицкого священства. Вот есть некоторый человек, один первосвященник, который входит изредка во храм и во внутреннейшее и приносит жертву за свои грехи и за грехи народа, причем сначала за свои, для того, чтобы иметь возможность поднять вообще глаза к небу, а потом и за грехи всего народа. Таким образом, первосвященник в представлениях евреев того времени, представлениях иудеев, это человек, который действительно ходатай перед Богом, человек, который олицетворяет и возглавляет израильский народ и израильский культ тоже. Заметим еще, что в предшествующие новозаветным временам десятилетия, да даже и больше, в этой земле постоянно происходила некоторая борьба, то явная, то тайная, то в виде вооруженных схваток, то в виде подковерных интриг в Палатинском дворце, борьба за царство и первосвященничество, за то, чтобы царями были первосвященники или наоборот первосвященниками были цари во времена оккупации, разные семьи, боролись за это в основном друг с другом и с правителями, то ли они одни говорили, что вот первосвященник, он наш представитель и глава и ходатый перед Богом, он должен быть и земным царем, и сразу, конечно, вот, так сказать, вся комарилья вокруг первосвященника, она, конечно, тоже говорит, да-да, да-да-да-да-да, пусть он будет царем, а мы тут, значит, вот будем ведать казной. А в другой момент при очередном историческом повороте, назначенный каким-нибудь антиохом или каким-нибудь цезарем, царь говорил, что нет, все, первосвященники пусть сидят там у себя в алтаре, молчат и не морочат никому голову, а вот я царь, поэтому я буду приносить жертвы и, соответственно, доходы тоже давайте мне сюда. Ну, вот это вот неизбежная совершенно, конечно, вещь, но важно для нас, что некоторая позиция, фигура, не личность, а именно позиция первосвященника это то, что для иудеев было важно, а кто ее занимает, вопрос до некоторой степени другой, потому что в новозаветные времена ее все время занимали то одни, то другие, она вовсе не была, эта должность также прямо занята от поставления до смерти соответствующего человека. Вот, кто первосвященник, кто ходатайствует перед Богом за народ Божий, в ком это ходатайство приносится и какое место теперь после смерти и воскресения Иисуса Христа занимает первосвященник, если занимает, ну мы уже говорили о том, что вероятно это письмо было написано до разрушения храма и первосвященник еще существовал. Вот вокруг этого понятия не столько личности, сколько позиции идет разговор и начинается он с того, что автор послания говорит свою точку зрения совершенно твердо и недвусмысленно. Теперь у нас есть великий первосвященник тот, кто предстоит Богу от лица всех людей, в ком мы все вместе предстоим Богу и это Господь Иисус Христос.